Теперь письмо. Извините, показываю. Значит так получилось, письмо пришло сегодня, буквально сейчас. У человека беда. Что ему делать? Раньше я бы сказал так. Вот здесь, где кончается и начинается живое, вот здесь отрезать и ждать чуда, что восстановится. И если вы еще потом у меня увидите, что у меня прививки так низко, что у меня бывали случаи, мыши объедают высшие прививки так, что еще, когда я вот здесь отрезаю, вот показываю, допустим, это мой, то еще культурные выскакивали вверх. Ну я вам показывал, вспоминайте, а? Еще покажу. То есть вот так, когда мыши едят, я умудряюсь спасти за счет того, что у меня прививка у самой земли. Вот этот момент. А что делать живому человеку, который чуть не плачет? Вот так отрежьте. Если это яблоня, значит, есть два варианта. Я пробовал. Иногда какое чудо случается? Вот. Вот здесь отрезали и просто ждите. Здесь вы всегда успеете отрезать. Скорее всего, не восстановится. Вот. Скорее всего. Или вот это вот, используйте этот сорт, наверное, как хороший, используйте, перепривите на другое. Ну потеряйте мой год. Ну это можно, вот человек, который мне, у меня выписал этих самых, 150 черенков, он умудрился найти дикие яблони в том числе. Понимаете? И вы тоже вот это используйте. Раз. Здесь. У меня был такой случай, когда я в отчаянии делал вот тут вот холм. И у меня когда-то из трех одно жило. Видимо, вот тут выпустило. Корни вот здесь вот. Ну то есть высокий холм сделал, а оно почему-то не погибло. Вот. И, наконец, последний вариант. Ну, сильно много объедено. Вряд ли поможет Чернобаев тот мастер по мостикам. Он бы вот здесь взял бы дикий бы этот самый яблоньку бы взял. У меня есть такие фотографии, но не тема. Это все свежее. Я не успел подготовиться. Вот здесь бы он закопал ту же однолетнюю с одним ростком дикую яблоню в Сибирку. Вот сюда бы повел типа мостик. Вот сюда бы под кожу бы завел. И у него все яблони, которые объедены были, все спаслись. То есть мостик еще вариант. Хотя возле и, наконец, последний вариант, если вот так отрезать, молить Бога, чтобы вот здесь какая-то почка выскочила. Культурная. Здесь непонятно, где прививка. Примерно такая же история. Тут. Здесь, по-моему, еще страшнее. И потом он что-то говорит про яблонь и груши. Я не вижу ни яблони, ни груши. Ну, сейчас вытащать не будем. Может, мне мерещится. Потому что вот такие вот бывают у груши, вот такие почки бывают. Вот. Хотя похоже на сливу и чуть-чуть даже на абрикос. Мало ли. Так, следующее. Здесь вообще трудно разобрать. Вот это живая или мертва ветка? Если это живая, то отрезается левая. Здесь невозможно понять. С виду как будто целая. То есть, вот. И вообще, персик напоминает вопиот. Вот. Так что, если вот это отрежете с левой, замазите, то вот это будет жить. Ну, явно персик. А почему написано было яблонь и груши? Вот. Ну, вообще, некогда было разбираться. Это всё живьём. Ах! Крупный план. Нет, наверное, это съедено. О, есть это персик. Да, с виду персик. Мы говорили, он уничтожен полностью. Но, если он сама, сама, на своих ногах, непривитый, даже вот здесь отрежет, и он может пойти от земли. Да-да. Ну, и, наконец, да, всё, больше фотографий нет. Всё, ребята, я как мог прокомментировать, обещал человеку, пойдём дальше.